Всех приветствую на своем канале, а также на второй части создания оконного приложения на Windows. В этой части мы рассмотрим создание оконного меню, а также научимся обрабатывать свои события, которые вызовем с помощью нашего меню. Меню окна называется панель сверху, которая содержит в себе какие-либо подменю, выполняющие различные функции. Некоторые подменю могут содержать в себе другие подменю и так далее. Таким образом мы получаем некую древовидную структуру. Рассмотрим ее в создании на WinAPI. Итак, вот проект простого окна, который мы создали в первой части. Перед тем как начать добавлять меню, разделим наш код на несколько файлов для лучшего понимания структуры нашего приложения. Для этого я создам новый header файл, в котором мы будем хранить все прототипы функций и определения. Сразу включим файл в основную программу и перенесем в нее прототипы. Создадим отдельную функцию, в которой будет происходить создание меню. Пусть она будет называться MainWindowAddMenus. Тип функции void, а входным параметром будет окно, в котором мы создаем меню. Сразу вызовем функцию при создании нашего окна. Аргументом будет hWindow и sProcedure. Таким образом мы сразу добавим меню в окно. Затем снизу напишем реализацию нашей функции. Создадим корень меню. Тип любого меню hMenu, а создание делаем через функцию CreateMenu. Для начала добавим в корень простой подменю. Сделаем это с помощью функции AppendMenu. Первым аргументом идет меню, в котором будет находиться наше подменю. Вторым аргументом является флаг. Пока что наше подменю не содержит в себе другие подменю, поэтому флагом будет mfStrain. Третьим аргументом идет команда, которая отправит меню после нажатия. Мы заполним это поле чуть позже, а пока оставим now. Последним четвертым аргументом идет имя подменю. После того, как мы добавили все меню, осталось присвоить их окно. Для этого используем функцию SetMenu. Первым аргументом идет окно, к которому нужно добавить меню, а вторым – корень меню. Забилдим и запустим наше приложение. Как мы видим, у нас появилось оконное меню. Пока что при нажатии ничего не происходит, поскольку мы не настраивали команду вызываемой меню. А поле команды мы оставили now. Создадим свою команду. Для удобства будем пользоваться Define. Назовем команду onMenuClicked, пусть ее номер будет один. Добавим команду в подменю. Если мы откроем наше приложение и попробуем нажать на меню, то ничего не произойдет, поскольку теперь нужно настроить обработку команд в процедуре. Событие называется vmCommand, а номер содержится в аргументе vparan. Поэтому в кейсе vmCommand мы создадим еще один свитч, в котором будем проверять номер команды. Добавим кейс onMenuClicked. Для проверки я вызову MessageBox, в котором добавлю сообщение о том, что меню было нажато. Не забудь также в конце каждого кейса выходить из Switch. Запустим наше приложение и нажмем на меню. Как мы можем видеть, все работает отлично. Теперь добавим еще пару различных меню и команд к ним. Очень важно, чтобы номера различных команд не совпадали. Создадим три различных меню со своими командами. Добавим наши команды в обработку. Для каждого меню я буду вызывать MessageBox с номером меню, на которое мы кликнем. Запустим наше приложение. Как мы видим, создалось три различных меню, а при нажатии вызывается своя команда. Теперь попробуем создать подменю, которое будет содержать в себе другие подменю. Для этого я создам отдельный Hменю, я назову его SubMenu. Теперь пусть уже созданные меню будут находиться в нашем сабменю. Для этого заменим RootMenu на SubMenu. Осталось добавить наше подменю. Чтобы добавить такой тип меню, нужно поставить флаг MFPopup вместо MFString. В поле команды нам нужно указать наше подменю. Имя подменю будет Fire. Здесь нам выдают ошибку о несовпадении типов, но в нашем случае нужно просто привести его в UnitPtr. Запустим наше приложение. Как мы видим, три различных меню теперь находятся в подменю Fire. Проверим, что меню работает. Попробуем создать подменю, которое бы закрывало приложение. Я создам для этого отдельную команду OnExitSoftware. Аналогично добавим четвертое меню, пусть оно будет называться Exit. В обработке команд нам нужно просто вызвать функцию PostQuidMessage. Эту функцию можно скопировать из события VMDestroy. Запустим наше приложение. Теперь при нажатии на меню Exit приложение закрывается. Также добавим еще один элемент – разделитель меню. Он часто используется в различных программах для визуального разделения одного подменю на группы. Отделим подменю Exit от остальных меню. Чтобы создать разделитель, необходимо лишь сменить флаг на MF Separator. При этом последние два аргумента игнорируются. Их можно оставить на L. Теперь при запуске мы видим, что меню Exit отделено от остальных меню. Мы можем также присваивать одно меню несколько раз. При этом мы получим два идентичных меню. Можно также добавлять подменю другие подменю. Для этого я создаем второе подменю SubActionMenu, к которому присвою меню 1, 2 и 3. Добавляем его аналогично с помощью флага MF Popup. Как можно заметить, создалось отдельное меню, в котором уже находятся наши подменю 1, 2 и 3. Итак, вот мы рассмотрели создание меню. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал. В следующей части мы рассмотрим создание виджетов, кнопок и текстовых полей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!